Ежегодно по всему миру в первый день лета отмечают Международный день защиты детей. Праздник отмечают с 1950 года. В Итараусской области в поликлинике номер 3 для детей, сотрудников и маленьких пациентов поликлиники провели мероприятие, посвященное этой дате. Подробности в следующем сюжете. День защиты детей по праву считается одним из старых праздников мира. В Казахстане празднование первого дня лета также является ежегодной традицией. Жительница города Трау Мария Дангарова сегодня вместе с детьми также пришла на детский праздник, посвященный Дню защиты детей, который был организован в городской поликлинике номер 3. Нам нравится, деткам тоже. Просто присели отдохнуть. Погода немного жаркая, но ничего. Главное, очень весело, очень красочно, очень хорошо организовали. Спасибо большое. Для пациентов и их родителей администрация поликлиники номер 3 подготовила праздничную программу с концертом, конкурсами, куклами. Детей развлекали веселые аниматоры. Также были организованы подвижные игры, состязания по перетягиванию каната. Давайте, давайте, тянем, тянем! Одна из главных целей сегодняшнего мероприятия – это привлечение внимания населения города к здоровью детей. Во время мероприятия врачи поликлиники также рассказывали детям и их родителям о правилах здорового питания, о том, какие меры профилактики необходимо применять каждый день для защиты от болезни. Также пациенты были ознакомлены с кабинетами лечебного учреждения, в их числе кабинет здорового ребенка, ресурсный кабинет и кабинет ЛФК, который предназначен для реабилитации детей. Также была дана информация о патронажной модели введения пациентов, которые проводятся в поликлинике. Всем известно, что данный 2022 год был объявлен годом ребенка, поэтому, естественно, наша поликлиника полностью проводит все те мероприятия работы для укрепления наших детей и здоровья детей, для улучшения вообще службы детства и родоспоможения. Это, прежде всего, здоровые женщины фертильного возраста, которые должны беречь за своим здоровьем, в дальнейшем правильно планировать свою беременность и, естественно, рожать здоровых детишек. Это, прежде всего, здоровое будущее нашей страны, поэтому год этот, конечно, дает нам большую ответственность, потому что мы должны максимально снизить заболеваемость среди детей и, естественно, сделать все, чтобы укрепить их здоровье. Организаторы приложили максимум усилий для того, чтобы этот день надолго запомнился детям. Всем маленьким гостям праздника были розданы подарки. Праздник закончился, но работа по защите здоровья детей продолжается. Аймгуль Хайрулина Сухьяхаттар, Газатли Кавыл Гумаров, телеканал Адрау.